Зелк такой секунду. Ура! Привет! Всем привет! Как проходит ваш день? Я надеюсь, что вы сегодня еще ничего не ели, кроме воды. Кто здесь постится? Не хватает разговоров о стиле, давайте поболтаем. У меня не так много времени, поэтому разговор будет короткий. Воды, банан. Так. Так, пост начался. Мой сын, день рождения, я тебя поздравляю, это твой праздник, ты мама, это здорово, и сынуль тоже целуй с нами. Ты на сухую, блин, красотка, молодец. Мне еще пока на сухую легко не дается, а я человек, который не любит трудности в жизни, я люблю легкость, я люблю позитив, я люблю комфорт, я люблю сохранять хорошее настроение. Поэтому действую постепенно, и мне кажется, это разумно, и хотелось бы послушать про базовые вещи. Хорошо, поговорим о базовых вещах. Я, на самом деле, я на самом деле в эту пятницу буду записывать, наконец-таки, видео для YouTube, которое будет о стиле. Посмотрите. Смотрите, на мне сейчас надето пальтишко, вы его знаете уже, это Zara, оно не так дорого стоит, всего лишь там, что-то 8 тысяч рублей, по-моему, но оно настолько универсальное. Здесь такое количество разных цветов, зеленый, бежевый, черный, красный, и потому его можно комбинировать с чем угодно. Вот на мне сегодня такие клетчатые штанишки, очень здорово сочетается, и под него вот такая вот сумочка, тоже схожих тонов. Ну, не бойтесь экспериментировать с цветами, вот, это всегда смотрится очень интересно, и необычно, и стильно. Сумочка стоит 2 тысячи рублей, кофта Zara, она тоже недорогая, вот. В общем, я явный пример того, что можно одеваться дешево и со вкусом. Сумка Levi's, у меня 3 дочки, какой именно, сколько лет, за которой еду, за которой еду 7. Лёх, Никифоров Лёша, я передаю тебе привет, желаю тебе хорошего настроения пожизненно, пожизненно, понимаешь, нет? Привет. Избегайте людей негативных, прошу вас, потому что вы сами станете такими же, как и они. Общайтесь с адекватными, весёлыми, жизнерадостными персонажами, и ваша жизнь превратится в праздник! Так, да ладно, связь пропала, у меня вроде бы всё есть. Итак, хвастаюсь по куточками, я тебе сегодня нравлюсь, да? Скажите, пожалуйста, где вы проходили курсы по стилю, я ещё учусь, об этом расскажу, возможно. Я купила уродливые ботинки, акс, я очень люблю уги, по-русски уги, мне очень нравится этот стиль. Даже в сочетании с этим пальто, эти уги будут смотреться просто потрясающе. Я считаю, что уги – это базовый гардероб, обувной однозначно, вот. Крем для депиляции я не использую, он так воняет, если честно. Я не знаю, вредно, не вредно, я не пользуюсь. Эти уги стоят тысячу, тысячу двести девяносто девять рублей. Тысячу двести девяносто рублей, и у вас шикозные ботиночки, их ровно так же можно вывернуть, если есть такое желание, да? В общем, вот такое крутое пополнение в моём базовом гардеробе, обувном. Я на самом деле, как, наверное, любая девочка, фанат сумок, фанат ботинок. Я их приобрела в H&M. В H&M. Мне тридцатник. Вот у нас пошли несчастные люди, пришли к нам в наш счастливый дом, и ругаются матом, пожелаем им счастья, девчонки. Дай бог, чтобы в их жизни всё наладилось. Так, туфельки я ещё пока не купила. Почему? Потому что я решила взять тайм-аут на их счёт. Это такая модель, которая не пользуется шибкой популярностью, и я на самом деле продумывать уже начала свой новогодний образ. И так как я живу недалеко от Меги, я в любой момент смогу подскочить их и взять. Это не предмет моей первой необходимости, но то, что эти туфли запали ко мне в сердце, это однозначно. Губы я купила, да, пятеро детей. Вот, такие вот уги. Качество уг... Ну, ты знаешь, я в том году, или даже в позатом... Нет, наверное, всё-таки в том. Я купила уги, они у меня до сих пор как новые, ничего с ними не происходит, всё нормально. Единственное, я не таскаюсь по особому месиву, да, я не езжу на метро в них. Хотя иногда я езжу на метро, но в них я точно не поеду на метро. Вот, поэтому, если их носить по чистому снегу, либо по сухому асфальту, с ними однозначно ничего не произойдёт. Вот, и в сочетании со спортивным костюмом, каким-нибудь уютным костюмом, это просто будет бомба. Костюмом оверсайз, то есть костюмом, который кажется на вас большим. Но вообще я обожаю оверсайз, и потому я обожаю уги. Да, я из Москвы. Ко мне приехала няня, она филиппина, как раз уги ездила. О, здорово! Вот. О, господи! Да, я блогер. Про загар хотите услышать? Дома носить тоже вариант. У меня мама дома носит. Их. И... Чем ещё хочу похвастаться? Та-дам! Нижнее бельё. Но это я купила не в... Как его? Не в Менге. Я выставлю, сделаю вам пост, где я это приобрела. Очень крутое. Классно? Я считаю, что нижнее бельё должно быть красивым, удобным. Удобным ключевой момент. У меня оно именно такое, что за верёвки... Услышай, у тебя, наверное, нормальной девушки нет, раз ты не задаёшь такие вопросы, что за верёвки. Желаю тебе познакомиться с ухоженной, красивой, любящей себя мадам. И она тебе тогда без слов объяснит, что это за верёвки. Так, я купила вот эти вот шузы. Я в них влюбилась просто с первого взгляда. Да, можно добавить. Спасибо за сердечки. Нет, верх и низ нижнего белья не всегда должен совпадать, конечно же. Просто главное, чтобы они подходили друг к другу. Вот. Так. И, в общем, я купила эти ботинки. Немножко расскажу о них. Они из ныне модного бархата. Бархат сейчас очень актуален, очень в тренде. Хорошо. А про автозагар мне нужно будет делать отдельную трансляцию. Что мне вам ответить? У меня сейчас нет тюбиков с собой, чтобы вам что-то показать. У меня ничего сейчас нет. И я просто не смогу дать какую-нибудь качественную информацию на этот счёт. А у тебя... У меня губы ужасные. А у тебя сердце ужасное. Прощай, девочка. Вот. Эти ботиночки, они подойдут мне очень сильно подо всё, что есть у меня в гардеробе. Они мега универсальны. Я их могу носить с брюками, с шерстяными брюками, с тряпичными брюками, с джинсами я их могу носить. Я их могу носить даже со спортивным костюмом, ну, специальный, да, не в котором занимаются в зале тренажёрном, а просто в удобном костюме. Эти ботинки подходят под все свитера, по текстуре очень. Поэтому я в них влюбилась. Плюс они принтованные. Вот. А принтованные вещи, они просто безумно притягивают моё внимание. Ведь с ними можно создавать совершенно потрясающие образы, не стадные. Стадные образы выбросим в помойку и будем выглядеть уникальными, необычными, опрятными, красивыми, счастливыми. Так, значит, что касается этих ботинчиков, обратите внимание на их каблук. Тоже сейчас прям тренд-тренд такой. Сочетание цветов вообще. Я просто не знала уже, как поскорее эта продавщица пробьёт их. Прям так хотелось мне их схватить и не отпускать и убежать. Я действительно влюбилась в эти ботинки. Это Топ Шоп. Даже, кстати, с этой сумкой они смотрятся очень даже ничего. Губки перестала добавлять. Ну, да, пока, да. Вот. И это фирма Топ Шоп. Их цена 3799 рублей. Цена приличная, но они того стоят однозначно. Это просто мега крутое. Ты такой носить не умеешь. Ты такой носить не умеешь, потому что... Потому что меня нет. Я тебя научу такое носить, обещаю. Это очень круто. Но, представляете, вот обычные чёрные ботинки и вот такие ботинки. Ну, как можно сравнить? Вот посмотрите, как они мне подходят к лицу. Как вот они мне идут. Блин, просто супер. Их можно надеть шерстяным костюмом с пиджаком. И я буду выглядеть просто огонь. Ботинки необычные. Это дико-дико круто. И можно выбрать абсолютно обыкновенный базовый наряд и состоящий из базовых элементов гардероба однотонных. Но при этом обуть вот эти вот ботинки и выглядеть просто на миллион. А сейчас на мне вот такие вот ботиночки. Я вам их уже показывала, но ещё раз покажу. Смотрите, я вот в таких ботинках. Они подходят мне под пальто на 100%. То есть здесь красная, здесь чёрная, здесь зелёная, здесь бежевая. Видите, они необычные ботинки, да? Но, тем не менее, их можно легко носить. И ничего сложного в этом нет. Отказывайтесь от монотонной, неинтересной чёрной, чёрной обуви, вот. Какой-то бренд это H&M. У меня в основном обувь это Zara, H&M и Topshop. Вот. Эти хоть практичнее. Ну, у каждого свой образ жизни. Кому-то приходится говно месить на улицах, а кому-то нет. Я желаю вам всем делать то, что вы хотите в этой жизни. И жить так, как вы хотите. И получать удовольствие от каждой минуты своей жизни. Я желаю каждому, кто сейчас меня смотрит, избавиться от ненавистного слова «надо», стать добрее, стать милее, стать счастливее. Ну и, короче, завязывайте делать то, что вам не нравится. Вот просто скажите себе в один день, я больше никогда не буду заниматься тем, что не доставляет мне удовольствия. И это будет самый лучший ваш день в вашей жизни. Он изменит вашу судьбу. Спасибо, что были со мной. Пока-пока!